Мазда МПВ В 1989 году, ребята, извиняюсь Вроде солнце и не сильное, но мешает С 1989 года Первое поколение Мазды началось Начали выпускать ее с заднего привода Заднеприводные они С двигателем 2.6 И может быть еще какой-то, не помню, ребята Значит, бензиновые двигатели изначально шли А затем, значит Второго поколения С 99 года начались автомобили Это двигатели стали ставить Двухлитровый дизельный, 2.5 бензин И трехлитровый бензин По лошадиным силам Так, грубо скажу, не смотрел сейчас К сожалению, если кому-то интересно, конечно же Ссылки могу в комментариях написать Спрашивайте, но я думаю, сейчас не проблема Можно даже мою информацию перепроверить в интернете Что я тут наврал, и если что-то обманул Вы напишите в комментариях Я повторюсь сразу, что я не эксперт в области автомобилей И экспертом себя не считаю Я, так сказать, обычный Водитель Водитель-любитель Вот так Я могу рассказать про свой автомобиль Если вам это понравится видео Вы мне напишите в комментариях Я продолжу обзор И сделаем несколько серий Именно конкретно по автомобилю Это замечательный минивэн за свои деньги По лошадиным силам, значит У меня двухлитровый дизель 136 лошадей Я знаю, что Все пишут, что лучше трехлитровый двигатель Потому что и экономичный И коробки там уже хорошие стали ставить Уже, так сказать, более экономичные варианты В бензиновых двигателях Два с половиной литра вообще Даже не рекомендуют брать Потому что расход большой Динамика плохая Давайте вернемся к моему Двухлитровому дизельному Варианту Сразу скажу Пока не ушел, так сказать, от темы И не потерял нить разговора Самое главное Что в этом автомобиле В двухлитровом Это для меня большой минус Это динамика Я сейчас езжу по автобанам И я на этих автобанах Самый медленный, ребята Потому что не хватает шестой передачи У меня Пятиступенчатая коробка передач Механика Двухлитровый дизель Двигателя вроде хватает А коробки не хватает Поэтому еще бы шестая передача И вообще была бы красота Я уже подумывал Может быть мне взять коробку От Мазды Мазда 5 Шестиступенчатую Ребят, если кто-то знает И пробовал такие махинации Так сказать, проделывать с коробками Напишите в комментариях Будет ли это результат И поможет ли мне это В моем, так сказать, проекте Для моих автобанов Которых здесь в Евросоюзе очень много И вот как Выезжать как на автобан Я выезжаю Извините за выражение Как с серпом по адаму Потому что Ну, 100 км в час я тащусь Это при оборотах Где-то 2000-2100 Где-то вот такие обороты Плюс-минус У меня 100 км в час Начинаешь добавлять Там до 2,5 Это где-то 110-120 Ну, 110, наверное Двигатель уже кричит Ну, уже некомфортно ехать Расход топлива начинается С этого момента Поэтому Минусы Они нарастают как ком В этом случае Поэтому Есть мысля Сейчас присматриваю Другой автомобиль Поэтому автомобиль Планирую сделать розыгрыш Но вот Раз такой момент у меня получается Я могу рассказать Так сказать Чуть-чуть съехать с темы По поводу розыгрыша Значит Розыгрыш Розыгрыш я хочу провести Только тогда Когда на нашем канале Будет 100 тысяч Подписчиков От этого момента Я начинаю Отчет Делать розыгрыш Конечно Я У меня нету Таких планок Завышенных Где там Миллион Некоторые Да Блогеры Пишут Что После того Как будет Миллион На ихнем канале Они сделают Розыгрыш Я тоже Конечно Планку Наверное Завышаю Ребят Я тоже Понимаю Что 100 тысяч Это очень много Но и Речь идет Об автомобиле И речь идет О реальном розыгрыше А не какой-то Очередной Да там Как показывают Блогеры Тот же чердак Вам как показал Как он Разыграл Камара Но это смех Просто Ребят Где у него Якобы пропадает Интернет И он не может Разыграть Но ты Если у тебя Проблемы с интернетом Сделай другую серию Нормально Разыграй машину Как положено Че обманывать Поэтому 100 тысяч Ребят И делаю розыгрыш Это не Камара Конечно Это Старенькая Мазда MPV Сейчас Цена Ей Средняя Где-то 3000 евро Здесь В Словении За такой Автомобиль Где-то Порядком Дают Примерно Три с половиной 3 800 Вот Последнее Объявление 3 800 Я увидел На Автонет По-моему Как-то так Называется Сайт Но если что Если кому интересно Я могу скинуть ссылку Вы можете Посмотреть И убедиться Что действительно Есть такая машина За 3 800 На сегодняшний день Она есть А сегодня У нас 22 марта Один мудрый старец Сказал Целый день Ты ходишь Работаешь Думаешь Думаешь Видишь Слышишь Ешь Все части тела Работают на тебя Руки Ноги Глаза Уши Мозг Помогают тебе делать Те или иные дела А ночью Когда ты спишь Они отдыхают Все они находятся В покое Но есть одна часть тела Которая Круглые сутки Работает на тебя Без остановки Это твое сердце Поэтому Когда твое сердце Чего-то хочет Не обижай его Дай ему то Что оно хочет Что касается розыгрыша Розыгрыш проведем Обязательно Все будет честно Все будет открыто Без всяких проблем С интернетом Без всяких Подставных лиц Все будет честно И законно Как того требует Да Наверное Наша совесть Моральная сторона Поэтому ребят Подписывайтесь Обязательно Ставьте лайки Пишите комментарии Я обязательно Сделаю розыгрыш Но только мне Нужны подписчики Нужны комментарии Потому что Так будет неинтересно Почему именно Розыгрыш автомобиля Потому что Я не хочу Тратить деньги На рекламу Я хочу Чтобы у меня Были живые Подписчики Без всякой накрутки Только Живые люди Пусть будет Это 100 тысяч Но это будет 100 тысяч Настоящих Живых людей Со своими мнениями И Так сказать Мне будет интересно Читать ваши комментарии А вам будет интересно Смотреть Ну и канал Чтобы был живой Интересный И познавательный Ребят Для этого Я и делаю Этот замечательный Розыгрыш Надеюсь Вам понравится Продолжаем По Мазде МПВ МПВ Ребята Всем привет Вот я нахожусь Тут вот рядом Со мной стоит Порш Карера С Если вам интересно Посмотреть обзор На такой Порш Вы мне напишите В комментариях Я сделаю обзор Как будет Такая возможность На Такой вот Порш Карера С Очень красивая Машина До сих пор Так сказать Находится в моде Здесь в Словении Таких машин Очень Очень много Ребят Очень Распространена Такая Такая Машина Я думаю Мне будет Не проблема Здесь найти Такой автомобиль И сделать вам Обзор Видео Так сказать Видео Обзор Порш Порш Карера С Ребята Пишите В комментариях Если интересно Также Не забывайте Подписываться Ставьте лайки Будет Наш канал Все больше Интересней Интересней Больше будем Выкладывать Для вас Самого Интересного Контента Спасибо Подписывайтесь Обязательно Ставьте Вот такие Жирные лайки Обязательно Ребята Они для нас Очень важны У нас сегодня Похолодало Видите Я уже По другому Одет В один день Ролик Сделать Не успел К сожалению Вот завершаем Вот в такой Погоде Солнечно Но прохладно 11 градусов На улице Всего Ребят Пишите Подписывайтесь Ставьте лайки И обязательно Комментарии Спасибо Пока Пока Из Словении